Здрасте! Здрасте! Сегодня я бы хотел с вами, с тобой, непосредственно с тобой, послушать рок-привет. За этими ребятами я довольно-таки длительное время наблюдаю, иногда посматривая, потому что они делают очень интересный контент, скрещивая музыку. В этот раз они скрестили Жуки-Танкист и Офф Спринг. Офф Спринге слушал Жуки-Танкист, мы все знаем эту песню, интересно, что же тут получится. А еще в описании ссылка на мой личный канал, заходите, подписывайтесь, он там снизу, и будет вам лайкосик за это. А мы послушаем, что на этот раз рок-привет нам подготовили. Весело, вообще как бы, весело, забавно, задорно. Хорошо, прикольно. Не скажу, что это шедевр. Нет, это не шедевр. Но это забавно, как минимум. Это забавно и прикольно. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую козу. По три ночи не спал, кругом шла голова, а в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа педагог. Да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа педагог, да у тебя же папа пианист. Ну что ж, это было интересно. Итак, после этого выпуска можно легко прийти к одному выводу. Если ваша мама не педагог, а папа не пианист, с большой долей вероятности вы танкист. Всем я вас и поздравляю. Кто же это, War Thunder или World of Tanks? Ну да, 12 сентября день танкистов. Потому что я родился 11 сентября, а 12 вроде как день танкистов. Да, War Thunder, да? Мне просто интересно, что это. ...экшен игру под названием War Thunder? Да, War Thunder. Это все-таки War Thunder. Ну мне War Thunder нравится больше. Но от меня это не реклама, потому что мне никто не платил. Кстати, на моем канале я пора сыграл War Thunder немножечко совсем. Вот. Это было забавно. Меня это не поразило, конечно, в самое сердце ни капельки. Но это было технично, весело и очень грамотно сведено. Когда-то, давным-давно, у меня аж тоже была панк-рок-группа. Я играл на гитаре и пел в ней. Вот. Голос-то мне говорят, что у меня красится ведь голос. Я уж сам не знаю. Сам я свой голос оценить не могу. Но мне все говорят, что голос у меня вполне себе очень даже красивый. Вот. На гитаре я играл так себе, как бы на уровне новичка. Но у меня была электрушечка шикарная, и я фигарил на ней. Вот. Зря мы... У нас ничего не получилось. Жаль. Мы тоже с каверов начинали. Гражданская оборона все идет по плану. Что еще там было? Да куча всякого. С каверов. То есть... Но... Как-то потом все развалилось. Ну, до сих пор думаю, блин, было бы прикольно, если бы это не развалилось, а продолжило бы развиваться. Потом я рэп читал, конечно. Это вообще стыдный сюжет моей истории. Ну, всегда, глядя на этих ребят, я вижу себя, каким я мог бы стать, кем бы я мог бы стать, если бы у нас все вот с тем коллективом сложилось бы хорошо с музыкой. Возможно, мы бы стали такими же ребятами, которые фигарят нормальную музыку, скрещивают нескрестимое, и у них все это прекрасно получается. Всем пока!